Паводок проблема сезонная и предсказуемая. К нему можно подготовиться, и мы знаем, с чем имеем дело. Ничего не скажешь о проблеме, с которой тюменцы сталкиваются в последнее время. Горожан начал беспокоить плохой запах водопроводной воды. Лариса Соловьева провела собственное расследование. Подробности в ее материале. Это последний этап очистки воды. Здесь убирают мутность и запах. С этой задачей справлялись успешно до прошлого года. Тура обмелела, содержание кислорода было катастрофически низким. И в тюмень пришла вода с несвойственным запахом. Чтобы от него избавиться, пришлось провести целое исследование и усовершенствовать систему очистки. Изначально на этих очистных сооружениях предполагалось использование только кварцевого песка. Но ситуация прошлого года заставила всех сотрудников водоканала стать немного изобретателями. Тогда на приобретение активированного угля потратили 10 миллионов рублей. В этом году запаха еще нет, а к его приходу уже готовы. Фильтры загружены углем. Но не характерный для воды запах всерьез обеспокоил технологов. Мы начали исследовать реку Туру. Реку Туру выше по течению. И дошли до поселка Туринск. За ним специфический запах исчезал. Тогда пробы подтвердили токсичность воды. Второй год Тюменский водоканал судится с Туринским ЦБЗ. Но доказать вину завода не удается. И на берегу Туры ничего не меняется. Только мусор теперь скрыт под снегом. И появились водоохранные знаки, рядом с которыми по-прежнему тлеют отходы. А местные жители рассказывают, что не жестоко вообще давно не купаются и не рыбачат. Вот так, на ЦБЗ, вот там у них где очистные, вот такой запах и есть. Летом приезжаешь вот так вот, что-нибудь отдохнуть. Или на озере сидеть, а рядом с рекой, если жарко, запах такой невозможно сидеть там ниже. Жители не раз поднимали этот вопрос. Но безрезультатно. Свердловские надзорные органы бездействуют. И в этот раз их работу сделали журналисты. Мы взяли пробы не жестоко. И смогли подойти к самому месту сброса. Чтобы пробраться к воде, пришлось совершить маленький подвиг. Все пробы мы отдали на экспертизу в две независимые лаборатории. Результаты будут через 10 дней. Тем временем водоканал готовится к новым сюрпризам. Уже основательно. В планах реконструировать очистные. Потратили 2,5 миллиона рублей на изучение технологий. Впереди разработка проекта. С помощью этой технологии углевания мы сможем добиться решения проблемы удаления из воды запахов. Также мы можем снизить цветность, мутность воды. Питьевая вода у тюменцев будет. Но что будет с Турой, неизвестно. Лариса Соловьева, Максим Плюхин, СИП-информбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова